Рассказывать об актуальных городских событиях интересно, душевно, а главное с добротой. Авторов таких материалов для телевизионных, печатных и электронных СМИ приглашают поучаствовать в федеральном информационном проекте «Добрые новости». Традиционно в период его проведения для всех желающих пройдут мастер-классы и обучающие семинары. В качестве спикеров выступят журналисты со стажем. Ведь профессия журналиста такая, что этому нужно постоянно учиться. В мастер-классах будут принимать участие не только федеральные спикеры, но и местные журналисты, которые достигли действительно каких-то профессиональных успехов. У нас таких немало. Журналисты, блогеры, пиар-специалисты и СММ-менеджеры могут присылать свои аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу и целые проекты. Все то, что за минувший год делало общее инфополе чуть добрее. На первом заседании оргкомитета, в состав которого вошла главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова, обсудили новые номинации. Одна из них связана с проведением специальной военной операции. «И мы понимаем, что в данном случае добрые новости – это поддержка наших военнослужащих, поддержка их семей. Это та дорога к победе, которая очень важна. Это волонтерское добровольческое движение, которое также помогает нашим ребятам победить. Мы надеемся на то, что действительно материалов будет много, они будут важны, нужны». Конкурс проводится уже в 11-й раз в партнерстве с правительством Самарской области и региональным отделением Союза журналистов России. Заявки принимают до конца марта текущего года. Лауреаты получат заслуженные награды. Ранее журналисты телеканала «Самара ГИС» неоднократно становились победителями конкурса. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.